Андрей Сирык, Дружба крепкая. О, привет, какая встреча. Сколько уж мы с тобой не виделись. В целом уже наверное прошло. А, да, время летит. Вот ты не представляешь, как я рад тебя здесь встретить. Подожди, подожди, не говори сейчас ничего. Держи бокалы скорее. В конце концов я у тебя в долгу в прошлый раз, ты же платил. Слушай, это же тоже на концерте было, в доме музыки вроде. Кстати, я на днях с твоим братом виделся, да, с Ваней. Мы даже ходили на Мамона, он еще потом куда-то звал. Он тебе не говорил, нет? Ну вот видишь, он уже и не помнит про нашу историю. Или он был не в курсе. Ладно, это не важно. Важно, что мы с тобой наконец-то увиделись. Нет, понятно, конечно, что в начале было тяжело. Подожди, подожди, не хочу я никакого скандала. Мы ведь с тобой самые близкие друзья. Ну, мы сколько с тобой вместе всего пережили. Всегда вместе ни разу не поссорились. И тут целый год, ни слухом, ни духом. Что? Ты мне не веришь? Ну, ты что? Ну, мы же почти 20 лет знакомы. Ты столько всего для меня сделал. Ну, вот помнишь новогоднюю вечеринку, когда мы так напилили, что я даже ее телефонный номер не смог спросить? А наутро нашел записку в кармане. Через день позвонил, через год поженились. А когда мы с тобой чуть в Хорватии вместе не выиграли в бригаде? А как ты меня на суматре спас, когда я ногу подвернул? Ну, ты столько для меня всего сделал. Слушай, давай еще по бокалу. Да не бойся, не собираюсь я напиваться и драться здесь. Ну, мало ли что я тогда сказал по телефону. Ну, послушай, у меня это тоже удар был. Но, в конце концов, крепкая мужская дружба, она важнее всего. Ну, ты поверь, я на тебя ни во что не в обиде. Это же она к тебе ушла. И это вполне нормально. Она взрослая, независимая женщина и может сама выбирать, с кем ей быть. Ну, она провела с нами достаточное время, чтобы понять, кто из нас ей больше подходит. Я понимаю, ты просто лучше не во всем. Я это сам отлично понимаю, да? Ну, просто ты серьезно, стабильно, надежно. Меня мотает туда-сюда. Я ни дня не могу просидеть на месте. Мне надо то в горы, то в море, то к полярным льдам. Она же не пенелопа, чтобы сидеть меня и ждать на одном месте. Ей нужен нормальный мужчина, который будет с ней всегда рядом, который поможет решить все вопросы. Жизнь, она ведь не состоит только из походов по театрам, выставкам и путешествий. Так что я сам дал ей повод, чего тут убежаться. Кстати, а ты знаешь, что Пастернак увел жену своего друга пианиста Нейгауза? И вот они после этого вполне продолжали общаться и дружить, да? И даже делали, между прочим, музыкальные вечера на даче Пастернака в Переделкино. Ты не был там, кстати, нет? Съезди, ей там очень понравилось. В общем, я понимаю, что мы много времени проводили вместе, но когда она сказала, что она уходит к тебе, я понял, это правильное решение и так будет лучше для всех. Нет, я не буду врать, конечно, не сразу было легко, поэтому я решил переключиться и уехал на север Тали на полгода. Ну, ты знаешь, я люблю Олимпийские озёра, оливковые рощи, виноградники, термальные источники, старинные вилы, яхты в маринах, мишленовские рестораны, прогулки в горах, пустынные набережные, безумно вкусный кофе и свежие испечённые круассаны в набережных по утрам, сприт после партии теннис днём и пара бокалов Amarone de Valpolicello по вечерам с лёгкой закуской из местного сыра с трюфелями и оливками. Кстати, собираюсь сейчас снова туда поехать. Уже на зимний сезон. У меня давно была мечта провести целую зиму в Альбах. Кстати, в этом году обещают много снега, так что, надеюсь, нормально так покататься. Ну, хотя бы на основных курортах, там картина Диампеция, Мадонна де Кампания, Санкт-Моррис, Межев, Китс Биуэль. Кстати, если хочешь, приезжай на партии в гости. Очень жаль. Нет, твой брат что-то говорил, когда мы виделись, я просто не понял, что настолько серьёзно. Нет, ну понятно, сейчас кризис. Ну ты держись. Сейчас всем нелегко. Ну, если что, обращайся. Я не обещаю, конечно, но чем смогу, постараюсь. Кстати, ты знаешь, она однажды как-то сказала, что обратила внимание на твои руки, ну, что от них очень веет старость. Я не знаю, что она имела в виду, но займись пока не поздно. А то, знаешь, вокруг столько молодых потянутых. Я не хотел этого говорить, но, может быть, это важно. Кстати, а ты уже полюбил балет? Нет. Нет, я понимаю, что за год ты потянулся в культурном плане, но, слушай, вот тебе дружеский совет. Просто делай ведь, что он тебе нравится. Поверь, так будет безопаснее для всех. Ну да, и последнее, самое важное. Постарайся поменьше знакомить её со своими друзьями. И не оставляй надолго одну. В одни пять — это уже многовато. В одни пять — это уже многовато. В одни пять — это уже многовато. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ